Приветствую тебя, дорогой зритель, на канале «Заиграйчики обзоры». Мы сегодня будем рассматривать модель, которую я назвал «Бюджетник на максималках». Я объясню, почему. Доступная цена, у него достаточно неплохие показатели по камерам. Хотелось бы мощнее, конечно, аккумулятор, но вот в отношении памяти, оболочки, он превосходит, конечно же, другие модели. И давайте сегодня рассмотрим. Это Blackview A95. Буква А – это значит «бюджетная серия», поэтому у него максимальные параметры. Сделали они его и хорошо раскручивают. Я решил тоже попробовать протестировать его и узнаете мой отзыв. Итак, приступаем к обзору. На момент обзора цена данного смартфона со всеми скидками – 139 долларов. Правда, может быть, даже можно получить его, плюс, применив вот этот код, если вдруг он будет по ссылке в описании, то даже за 127 долларов. Отличная цена для такого смартфона. Модель доступна в трех цветах. Черный, голубой и цвет золотой с голубым в виде такого перелива. Градиент. Обратите внимание, что похожий градиент есть и у цвета синего. На самом деле, если мы как выбрали здесь черный, то он выглядит вот как-то, ну, то ли синий, то ли серый. Вот с такими вот переливами, эффектами на камеру, может быть, так это не видно, но неплохой вариант. И дальше мы рассмотрим его внешний вид. Давайте посмотрим комплектацию. Помимо силиконового чехла, который идет в комплекте, я еще заказал отдельно чехол-книжку с черным силиконовым бампером. И ссылка на него будет в описании, дальше мы его рассмотрим. В комплекте также мы получаем вот в таком вот чехле инструкцию. И на этом конверте закреплена скрепка для извлечения лотка SIM-карт. Внутри находится кабель для зарядки USB Type-C и скоростной блок питания под евровилки. С вольтажом до 12 вольт, полтора ампера, это значит 18-ваттная зарядка. То есть, скоростной метод зарядки у данного блока питания есть. Аксессуары у компании Blackview всегда хорошие, так как я сам был несколько лет владельцем смартфона Blackview BV6800 Pro. Если очень интересно, то можете посмотреть обзор здесь в подсказках. Внешний вид данного смартфона оказался весьма интересным и привлекательным. Примечательно, что, наверное, как и я, вы тоже заметили, что что-то имеет сходство с айфоном. Вес смартфона составляет 193 грамма. Корпус полностью выполнен из пластика. Здесь крышка с таким вот классным покрытием. И на первый взгляд мне показалось, но пришлось исследовать, что будто бы рама выполнена из металла. Да, она собирает очень много на себя отпечатков пальцев, если использовать без чехла. Но на самом деле это пластик. Экран 6,53 дюйма. Есть капелька для камеры. Вот она вверху виднеется. Рамки у экрана минимальны. Стандартные для современного смартфона. Управление смартфона включено через жесты, но есть отдельно кнопки, выведенные на экран. Но тогда они занимают места. Слева от экрана располагается лоток для сим-карты. К сожалению, он комбинированный. Либо две наносим-карты, либо одна наносим-карта и карта памяти. Карту памяти поддерживает до 1 терабайта. Сверху над экраном располагается отверстие второго микрофона. Больше никаких разъемов нет. Разъем с наушниками отсутствует. В нижней части располагается основной микрофон. Гнездо для зарядки USB Type-C и один динамик. Справа кнопки громкости без люфта. Кнопка включения механическая, но в нее встроен сканер отпечатка пальцев. Прикасаюсь к экрану и он разблокировался. При этом я не нажимаю на механическую кнопку, а просто прикасаюсь. Не скажу, что скорость мгновенная. Если сравнивать, например, с современными смартфонами более дорогими, но срабатывает хорошо. Также имеется разблокировка по лицу. Производим настройки. Лицо отсканировано. И теперь проверяем. Нажимаем. Разблокировалось. По-моему, быстрее, чем с сканером отпечатка пальцев. Да. Ну а если закрыть глаза? Нажимаю. Открыл. Не разблокировал. Разблокировка происходит только если у вас открыты были глаза. Еще в верхней части экрана, рядом с сеткой динамика над камерой, чуть-чуть сбоку располагается индикатор уведомлений. Да, ребята. Сейчас он как-то что-то приходит, мигает голубым цветом. Если же зайти в настройки. Так, разблокировка по лицу. Зайти в настройки, в раздел экрана. И можно увидеть здесь отдельно пункт светодиод. Заходим сюда. И здесь видим, что когда зарядка, он будет красным. А потом, когда зарядится, будет зеленый. Ну а когда низкий, светодиод мигает красным при достижении низкого уровня заряда. То есть он несколько цветов имеет. И это очень хорошо. Давайте заглянем в настройки. Меню полностью переведено на русский язык. И здесь на данный момент установлен 11-й Android. Но он немного видоизменен. Нельзя сказать, что он чистый Android. Потому что здесь установлена фирменная оболочка BlackView до QS 2.0. Кстати, смартфон имеет автоматическое включение при поднятии. Если мы его берем в руки, он активируется, видит лицо и разблокируется. Функция срабатывает очень хорошо. При этом при поднятии, если он был выключен, срабатывает легкая вибрация по корпусу. Вы чувствуете, что он начал жить. Дышать, так сказать. Зайдя в настройки о телефоне, можно увидеть некоторые параметры. Например, что он имеет помимо 11-го Android 8 гигабайт оперативки. 128 встроенных. Разрешение экрана 720 на 1620. Ну а что мы хотели? У нас бюджетник. Задняя камера на 20 мегапикселей. Фронтальная на 8. Но у заднего модуля камеры имеется дополнительных еще 2 модуля. И хотя здесь 3 модуля камеры, но на самом деле работает только один. Если прикрывать его, остальные выполняют какие-то функции в портретном режиме. Есть еще отдельно интересный режим с камерами. Но дальше мы посмотрим его более детально, когда зайдем в меню самой камеры. Модуль камеры слегка выпирает. У каждого модуля есть отдельно металлическое кольцо. Чтобы, видимо, когда модуль касается поверхности, не повредилось стекло камеры. Но в чехле тут предусмотрена защита. Как здесь, так и вот в этом чехле. Несмотря на то, что я в перчатках, экран хорошо справляется с чувствительностью. Он поддерживает 10 касаний. Это у нас максимальная яркость, а это минималочка. Хороша как и та, так и та яркость. Минималка и максималка в норме. Вот так работает фонарик. Очень яркий. Со средними оттенками. И не синий, и не сильно желтый. Есть темная тема, ночной режим и разделение экрана. Для того, чтобы разделить экран, необходимо свайпнуть, запустить запущенное приложение. Нажать на вот эти три точки и нажать разделить экран. После этого выбираем еще какую-то программу. И у нас уже две программки. Обе работают как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме. Правда, вот с такой вот задержкой в этом режиме происходит переворот. Когда скачивается какая-то программа, то на экране появляется отдельно серенькая иконка, как у компании Apple. Я видел, такие функции есть на iOS. И принцип загрузки. Когда значок загружен или программа загружена, то появляется уже полноценный цветной значок самой программы. Во время работы интернета здесь отображается скорость загрузки. Это включается в настройках смартфона. В программе Antutu Batchmark данный смартфон набрал 232 915. Ну, давайте округлим. 233. Отличные показатели. Вот они в развернутом виде. Здесь установлен у нас процессор от компании Mediatek Helio P60 или кодовое название MT6771V. Это восьмиядерный процессор с максимальной частотой разгона до 2000 МГц. За графику отвечает Mali-G72. Значит, будет графику тянуть на максимальных настройках в среднем 40-60 FPS. Емкость встроенного аккумулятора 4280 мА. Ну, а проведя тест от 0 до 100% заряд, он взял совсем другие показатели. 3721. Но 500 мА по тестам он не дотягивает. Что, в принципе, норма. Потому что редко я встречаю, чтобы китайские смартфоны даже самых хороших брендов дотягивали до заявленных показателей. Что же мы получаем по работе во время нагрузки? Он может проработать целый день при стандартном использовании. Если же в играх, то около 6 часов. Хотя у данной модели нет NFC, но зато есть двух диапазонный Wi-Fi. Версия Bluetooth 4.2. Запускаем программу GPS Info. Несмотря на то, что я нахожусь в помещении, а на улице пасмурная погода, я вижу, как быстро он выходит на связь со спутниками. И сейчас уже он видит 33, а используется пока 0. Нет, уже нашел 7. Как для первого запуска, это отличные показатели. Вижу, что есть цифровой компас, что тоже очень хорошо. Значит, есть он. На данный момент используется 3, но учитывая, что просто идет реально на улице ливень, то из этого и скакает сигнал. Уже 9. Давайте посмотрим, какие это спутники. GPS, GLONASS, Beidou. Есть ли среди них Galileo? Не нахожу пока. Возможно, появится немного позже. И есть еще один тип спутников. SBAS. Уже споймал 19 спутников. Готов к полноценной работе. В этом бюджетном смартфоне установлено всего 9 датчиков. Детектор шага, шагомер, датчик сильного движения, датчик приближения, датчик ориентации, магнитометр, датчик освещенности, геомагнитный вектор вращения и акселерометр. Сейчас мы проверим звучание динамика и его громкость. Программа ZEDGE уже для этого загружается. Пока грузится эта программа, заметил, что с Wi-Fi иногда возникают сложности. Я не имею в виду, что он какой-то неправильный. Я имею в виду, что как только смартфон понимает, что осталось там по расстоянию одно-два деления по приему, он почему-то решает отключиться от сети и не грузит. То есть вот сейчас два деления, и он может просто сказать, что мол, я на таком расстоянии не смогу работать. Хотя другие смартфоны стабильно держат сигнал, и это говорит о том, что у него не настолько мощная антенна Wi-Fi. А если рядом с роутером, скажем так, в районе 10 метров, может быть максимум 15, в моем случае сейчас он за стенами находится очень далеко, то из этого происходят такие сложности с интернетом. Учтите это. А вот что касается приема GSM-сигнала, то проблем я не заметил. Работает, как и другие смартфоны. Антенны там в том же месте, где у меня, столько же показывают на девайсе, столько же и здесь. Ну что ж, тест звука. Начинаем. Устанавливаю максимальную громкость. Запускаю какой-то трек. Не скажу, что звук богатый, и не скажу, что он прям громкий. Но смотрят, какой трек. Этот трек громкий. Больше средних и высоких, как всегда у китайских смартфонов от этого бренда. Это тайна нерассказанная, и она... Небо для тебя, небо для меня, небо ты и я. Как у обычного смартфона. Не скажу, что он как-то отличается, этот звук. Теперь проведем тесты в игре Asphalt 9. Запускаем. Устанавливаю максимальный звук. Поехали. Пока просто понаблюдайте. Добавил яркости. Не замечаю я никаких трюков. Работает великолепно. Со всеми спецэффектами. Работает великолепно. 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 готова тест я думаю пройден рекомендую теперь давайте поговорим о камере запускаем модуль камеры делаем снимок снимки делает быстро качественно имеется режим фото видео ночной вид но разницы с ночным видом и в обычном параметре съемки я не заметил также имеется красота дополнительно в дополнительно мы имеем ручные настройки портрет портретная живопись и монохром ну с монохромом понятно он просто делает все в одном темном черно-белом цвете а здесь у нас портретная живопись появляется интересный эффект то есть объект например я фотографировал валюшу супругу и валюша в своих естественных цветах а вокруг все черно-белом смотрится довольно интересно но если присмотреться там есть немного по краям срабатывание некорректное по обработке изображения то есть слегка затягивает внешний цвет то есть не всегда корректно отрабатывает но это мелочи зайдя в настройки можно увидеть что есть отдельный пункт сохранения на карту памяти что тоже плюс ну есть водяной знак звук затвора максимальное разрешение фото здесь вам указано с его разрешением видеосъемку сейчас тоже покажу в настройках качество видео full hd 1080 и 720 вверху здесь быстро можно переключить и имеется hdr вспышка ну собственно и все тесты камеры сможете увидеть по окончании обзора также данный смартфон поддерживает подключение от г использую переходник сейчас подключил флешку в шторке у нас сейчас должна отобразиться информация что подключена внешняя карта памяти и уже можно производить обзор данной флешки с помощью google файлов к примеру открываем даем доступ и у нас отображается юсби флеш накопитель можно зайти сюда и посмотреть здесь все данные а значит доступ к флешке есть можно подключить флешки мышки и клавиатуры не забудьте перед извлечением нажать кнопку извлечь теперь можно после появления этого сообщения извлекать чтобы не сгорела флешка и не навредить смартфону давайте теперь посмотрим чехол чехол около 8 долларов стоит потому что обладает встроенным черным силиконом качественным силиконом имеет магнитную крышку она липнет когда смартфон находится внутри давайте сюда установим смартфон крышка имеет у этого чехла но скажем так такой гуляющий гуляющую форму вот так вот но если посмотреть главную цель то есть вот закрыли крышка сама по себе не открывается и и здесь что-то вот тянет держит вот так вот смотрится со всеми разъемами и даже имеется для ремешка отверстия сбоку у силиконового чехла модули естественно защищены экран защищен у данного чехла выступают по краям над экраном приклеив стекло вообще будет здорово пленки на экране здесь нет и если родной чехол то он тоже сверху над экраном выступает защищая экран ссылка на него будет в описании оставлю свой отзыв друзья смартфон действительно на максималках если говорить в бюджетном сегменте у него очень много оперативки очень много встроенной памяти 128 есть отдельно слот для карты памяти но учитывая что сегодня многие используют двух операторов то есть можно установить две сим-карты уже карта памяти не понадобится поэтому за счет встроенной памяти будет предостаточно говорить об экране ну могу сказать что он нормальный среднего качества в youtube и способен отобразить качество видео 2160 то есть это 4k видео по цветопередаче и яркости меня все здесь устраивает и хотя здесь нет записи разговоров но собеседник вас слышит хорошо и вы его тоже слышите отлично по приему вай фай я вам упомянул некоторые тонкости что он стабильно работает в уверенной зоне приема а там где уже не уверенная он начинает играться ищет более мощную сеть имеет среднего качества звук но громкий динамик услышите его в кармане хороший прием gps к сожалению отсутствует nfc но радует что есть боковой сканер отпечатка пальцев и хорошо отрабатывает разблокировка по лицу смартфон больше рассчитан на такой современный стильный дизайн с максимально оперативной и встроенной памятью действительно смотрится стильно и красиво тем более за доступную цену камеры снимают хорошо как в дневное так и в ночное время но в комнате в помещении без дополнительного освещения появляются некоторые шумы а так отлично все снимает нету 4k с 1080 30 кадров максимальная съемка как вы видели ну а тесты камеры как видео таки фото сможете сейчас увидеть в окончании обзора я же с вами прощаюсь до встречи в новых видео проектах поставьте лайк и не забудьте если случайно попали на наш канал подписаться это техно канал за игральчики обзоры первое тестовое видео на black a95 видео 1080 30 кадров это максимальное разрешение и что характерно в пункте в настройках есть отдельно активировать пункт стабилизации ну вот я просто сейчас держу в руках съемка с руки и слегка видно это дрожание когда вращаешь давайте двухкратный зум возьмем на голубя это максималочка сейчас будет уже 4x ну понятно что все это цифровое это минимум и качество звука вы слышите сейчас с правого микрофона и с левого на друзья здесь стереозапись а вот друзья и нет как оказалось работает во время съемки только верхний микрофон нижний микрофон не записывает и звук ведется во время записи в моно они в стерео красивое небо сейчас я включу стабилизацию и вы увидите разницу стабилизации то есть вот даже просто с места буду снимать вы сами это увидите стабилизация активно уже пока разницы я не заметил у меня на экране по крайней мере во время съемки есть легкое подергивание как это будет по факту я не знаю но это нужно пройтись станут пройдусь фонтану вот я иду стабилизации я по крайней мере не ощущаю ее от слова там нет вообще друзья то есть хотя она включена ничего там не работает передний модуль камеры звук вы тоже слышите качество нормальная пройдусь тоже 1080 передает хорошо цвета подстраиваться под яркость под освещение красивое небо и есть вам что показать и вечернее время протестируем а потом еще и фотографии что скажете вы в качестве обязательно напишите в комментариях ночные тесты камеры в движении а сейчас остановился снимает очень хорошо при освещении пройдусь у нас закоулок темный но тем не менее снимает хорошо вот я сейчас остановился автомобиль проехал съемка отлично на задний модуль камеры но это на передний модуль в полумраке поворачиваюсь на меня свет попадает иду за водичкой на улице двадцать два пятьдесят часов только отменили воздушную тревогу были в гостях поэтому поздно иду съемка хорошая ночное время для этого бюджетничка пару снимков сделаем ну и вам хорошего вечера если вечером или доброго времени суток вот так вот в водном банкомате водомате выдается водичка на улице темно снимает достойно нажмем стоп готова есть закручиваем тест пройден и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok